ПЕСНЯ ПЕСНЯ Потребность выражать себя через пение развивалась у человека с давних времен. И не случайно, что в любой музыкальной школе хор – это любимый урок детей. Слух развивается в хоре даже лучше, чем при сольном пении. Ведь приходится слушать то, что поешь сам, что поют остальные дети, кроме того, обращать внимание на дирижера, держать под контролем темп, ритм и соответствовать всеобщему эмоциональному настрою. А для этого нужно, чтобы мозг был постоянно в тонусе, быть дисциплинированным и тренировать силу воли. Пение в хоре по-настоящему объединяет души ребят. Ольга Павловна Геннеборг, преподаватель хоровых дисциплин в Красноярской музыкальной школе номер 4, делает это уже 36 лет. До выступления младшего хора музыкальной школы номер 4 на международном конкурсе культуры и искусства творчества, который называется «Путь к успеху озарим», остается полчаса. На сцене выступают потенциальные конкуренты. А в классе идут последние приготовления. Руководитель хора младших классов Ольга Павловна Геннеборг настраивает ребят на победу. В хор-компанели детская музыкальная школа номер 4 имени Хоростовского, город Красноярск. Добрая зима! Только по улице ночи. Как выступили? Вот это мои ощущения. Когда всегда анализируешь потомыша, особенно когда есть записи, запись же это всегда такая опасная вещь, что все, что не надо, оно все вот и показывает. Конечно, всегда, когда на концерте волнуешься, переживаешь, потому что надо успеть и за детей, и за концертмейстера, и за кто помогает. Вот у нас сегодня был виолончель с домрой. Рукавички-то барановые, а сапожки-то собьяновые. 15 марта состоялась сессия городского совета депутатов нашего города. И было принято решение, что нашей школе призвоить имя Дмитрия Александровича Хворостовского. В библиотеке школы есть уголок, посвященный знаменитому оперному певцу. Дмитрий Хворостовский учился здесь с 1971 года по классу фортепиано и был единственным мальчиком в классе. Уже будучи болен, в июне 2017 года он приезжал в Красноярск. Это был его последний концерт в родном городе. Катя, прадед и Полина Пузырькова забежали в библиотеку за нотами. Катя учится в шестом классе и ходит в старший хор, а Полина – выпускница. В школе она готовится к поступлению в колледж. Девчонки радостно вспоминают, как пришли малышками в хор Кольге Павловой. Татьяна Львовна, Светлана Юрьевна, как мы давно не видели уже. Помнишь, у нас была репетиция, и Татьяна Львовна с Ольгой Павловной рассуждали, что нам лучше исполнить на конкурсе. И повернулась и спросила у нас, помнили ли мы Люли Крошку. И весь хор вспомнил, и тут же начали петь, и так идеально, что Ольга Павловна просто была в шоке. Да, сказала, вот так бы на конкурсе лучше петь. А мы же потом ее спели на конкурсе. Очень важно доверять своему партнеру, своему голосу. Есть такой прием, как цепное дыхание, и если у тебя заканчивается дыхание, ты можешь положиться на партнера, который продолжит в это время петь. Расскажи, как ты пришел в хор первый раз. Тебе страшно было? Ну, немножко. Думала, что все немножко так плохо будет, а оказалось легко. Неужели? А почему ты думала, что плохо будет? Ну, думала, что там петь, сорвать голос можно. Мало ли чего. Мне больше всего в хоре нравятся песни. Во-первых, хорошо петь, чисто. Ну, и дружить с друзьями, которые тоже занимаются музыкой. Я хотела бы стать как Дмитрий Хворостовский и закончить школу на отлично. Мне нравится петь больше всего и наш преподаватель Ольга Павловна. А она бывает строгая? Ну, не со мной. А полгода диктатура, потом любовь. Значит, пожалуйста, не ночь не противно. Значит, мы уже сорвать. Самое приятное, признается Ольга Генеборг, когда приходит весна, а с ней и традиционный отчетный школьный майский концерт. И тогда становится ясно, что год прошел не зря. Есть на что посмотреть и что послушать. На сцену приглашается общий и младший хор-компанели. Лауреат городского, регионального и международного корпуса. Руководитель хора и непорога Ольга Павловна. Заслужен работник в Казмирайском крае. Концерт вместе Полевков Александр Петрович. Вот когда-то был концерт, приезжал Минин. И вот он всегда в малом зале был как-то разговор такой. И он говорит, я вообще преклоняюсь перед преподавателями детских музыкальных школ, которые работают вот здесь. Потому что это безумно, конечно, безумно сложно. А вот сейчас вот мамочек, они тоже начинают вникать в это самое. Вот уже кто третий, второй, четвертый класс. Вот те, которые выпускаются, шестой, седьмой, они уже знают, что это в первую очередь физически очень сложно. Когда вот на концертах побывают, на конкурсах, тогда они вот понимают, что вот это действительно труд. Сложно, но это здорово, когда бывают конечные результаты, когда есть места. И, конечно, родители в восторге, они вот понимают, что это все-таки не зря. Ну, мой ребенок ходит на хоровое отделение. Уже второй год мы ходим. Очень нравится, потому что ходит с удовольствием. Мне кажется, он развивается. Дома репетирует, вот много поет. То есть занятия очень нравятся. Я люблю очень хор, потому что Ольга Павловна самый лучший педагог в этой школе. Готовы, да? И... Преподаватель Красноярского колледжа искусств имени Иванова Роткевича Людмила Григорьевна Чернобельская, заслуженный работник культуры Российской Федерации, куратор музыкальной школы номер 4. И перед всеми конкурсами обязательно приходит посмотреть на юных хористов. Ольгу Генеборг она знает еще со студенческой скамьи и хорошо помнит, какой ответственной и талантливой она была студенткой. Глаза очень выразительные, лица очень выразительные, то есть смотреть во время пени на них очень приятно. Ольга Павловна очень высокопрофессиональный руководитель и сама умеет петь правильно и умеет научить этому. В наш прагматичный век уже никто не говорит возвышенных слов. Но так и хочется их все-таки сказать. Как здорово, что есть музыкальные школы, и что дети собираются вместе и поют, получая от этого радость и обретая друзей. А несет этот искусство спасительный свет все-таки учитель. И эта его роль никогда не исчезнет. Что медленно кружит, другие придут нам во свет, Чтоб жить и любить будет так же им нужен искусство спасительный свет. Красноярская музыкальная школа номер 4 в этом году вошла в число 50 лучших школ России. Ей присвоено имя Золотого Бретона России Дмитрия Хворостовского. Маленькие певцы из младшего хора Кампанелли понимают, что теперь их школа носит имя своего прославленного ученика, а значит им нести это почетное звание. И искусство спасительный свет людям. Маленькие певцы из младшего хора Кампанелли понимают,